МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один актуальный вопрос – строительство бассейна. С такой просьбой, кстати, к руководству области сейчас обращаются жители многих населенных пунктов. Непосредственно в Ельске проект спортивного комплекса с бассейном был подготовлен, но построили только один легкоатлетический зал. Сейчас к этой теме обратятся снова. Я прекрасно понимаю, что с 2010 года данный проект находится в стадии нереализации. Поэтому будем рассматривать вопрос. Будем смотреть по следующему году. Я однозначно сказать вам не могу сейчас, что мы прекрасно понимаем, что при формировании бюджета будем все учитывать и будем изыскивать источники, потому что я прекрасно понимаю, что это не маленькие деньги сегодня стоят. Да, нет, мы все это понимаем. Мы прекрасно понимаем, что к этому надо идти, и это один из источников здоровья нашего народа. Строительство и ремонт дорог – вопрос, который волнует многих жителей. Валентина Греченко проживает в райцентре в доме по улице Богушевича. По благоустроенности она далеко не самая лучшая. Недавно здесь установили знак ограничения скорости 40 км в час. Но даже с такой скоростью по улице обычно никто не ездит. Во-первых, можно сломать машину, а во-вторых, в сухую погоду из-за пыли практически ничего не видно. Здесь даже белье высушить на улице нельзя, слой пыли быстро сведет на нет все усилия. Председатель облсполкома Геннадий Соловей обещает, состоянию дорог власть будет уделять особое внимание. Начнем по одной уличке делать. Но я вручу, что мы рассматриваем вопрос бюджета развития. Вам давать на бюджет развития, чтобы вы могли сами, без нас, решать свои проблемы. Не напрягают ямки и грязь, по которой невозможно пройти, нас интересует пыль. Вот нам сегодня побежал губернатор Геннадий Михайлович, что этот вопрос спустя 27 лет будет разрешен. Мы очень просим всех помочь населению. Здесь живет очень много детей, в основном дошкольного возраста, больше 40 человек. И именно крайние дома страдают от этого. Все ли это, когда сухая погода. Мы ждем дождя, как Богу. Посещение Ельского консервного завода тоже в плане рабочей поездки председателя облсполкома. Тогда еще районный пищевой комбинат начал работу в 1950 году. Сначала здесь выпускали пряники, лимонады, сиропы. Потом дополнили ассортимент салатами, маринованными овощами и соками. В 2004 на предприятии началась масштабная модернизация, что позволило освоить новые виды продукции. Вместе с тем, зарплата работников пока невысока. В среднем 530 рублей. Председатель облсполкома убежден, для того, чтобы сделать работу комбината более эффективной, а зарплаты более высокими, нужно разработать новую стратегию развития. Этот документ, который должен появиться уже до 1 ноября, будет предусматривать целый ряд новых направлений. От начала выпуска соков в востребованных на рынке стеклянных бутылках до использования машин для полива овощей. Это позволит получать урожай даже в засушливые годы, плюс выпуск новой продукции, которая будет пользоваться спросом у покупателей. У нас несколько видов в планах. Мы прорабатываем сейчас переработку замороженного горошка, для горошка зеленого консервирована. Также мы прорабатываем вопросы по производству томатной пасты, стерилизованной. Одновременно работаем в направлении переработки фасоли. Фасоли в томатной заливке, фасоли с овощами. Ну и мы уже расширили ассортимент и ввели в производство обеденную группу, то есть свекольник, рассольник, щи, борщи, которые пользуются спросом у нас. Олег Семтеров, Олеся Руденкова, Валерий Гапанько. Новости недели из Ельска.